С древних времен наши предки награждали различных представителей животного мира магической силой. Слон является символом царского достоинства, удачи и мудрости, а также долголетия и разума. Слоны используются людьми в качестве транспортного средства, помогают в переносе тяжелых грузов, строительстве. Раньше индийские князья использовали боевых слонов в военных сражениях. В Индии символика слона очень почитаема, ведь в индийском пантеоне богов слон занимает особое место. Великий бог Индра, отец всех богов, восседает верхом на белом слоне с золотыми бивнями. Бог мудрости и благополучия Ганеша изображается человеком с головой слона. Фигурки слонов – один из самых распространенных сувениров в Индии. Поднятый вверх хобот слона символизирует победу и радость. Изображения этих величественных животных украшают дома и храмы индийцев. Индийский слон – второе по величине наземное млекопитающее после африканского слона. Обитает в субтропических и тропических лесах Индомалайского региона. Летом слоны могут забираться высоко в горы. Их встречают в Гималаях у границы вечных снегов. Слоны также могут преодолевать заболоченные местности. Хорошо плавают. На суше встревоженный слон может передвигаться со скоростью до 48 км в час. Эти животные обладают отличным слухом, обонянием и осязанием. Общаются при помощи своих чувствительных хоботов, используя различные звуки, позы и жесты. Индийские слоны – животные социальные. Их семейная группа обычно состоит из главной самки, ее дочерей, сестер и детенышей. Самцы, как правило, ведут одиночный образ жизни, отделяясь от стада в возрасте около 7 лет. Детеныш обычно рождается один, редко два, и весит он около 100 кг. Воспитанием слонят занимаются все самки в группе, причем могут кормить молоком детеныша другой самки. Растительную пищу слонята пробуют с полугода, но примерно до двух лет продолжают питаться молоком. В дикой природе большую часть времени слоны занимаются поиском пищи и кормлением. Они съедают до 300 кг растительности в день. В основном это трава. Живут они в природе до 60-70 лет. У взрослых особей практически нет естественных врагов, кроме человека. А вот на молодых слонят могут напасть тигры. Также опасен для детеныша укус королевской кобры. В неволе индийские слоны могут достичь возраста 80 лет. У старых животных стираются зубы. Они не могут больше пережевывать пищу и, можно сказать, умирают от голода. Эти мудрые животные уходят достойно. Чувствуя приближение неизбежного, они просто удаляются в джунгли.